Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. Студия работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Начнем выпуск с происшествия в Карагандинской области. Там упал военный самолет. По предварительным данным, крушение МиГ-31 произошло примерно в 19.03 при заходе на посадку. На борту находились двое летчиков. Они успели катапультироваться. Наш собственный корреспондент в регионе Марина Золотарева готова рассказать подробности происшествия по телефону. Марина, вам слово. Вера, мы находимся на месте крушения самолета в степи. Это где-то в 5-7 километрах от села Каракудук. Периметр отцепили полицейские. Близко подойти, к сожалению, они нам не дают. Я вижу обломки самолета. Они до сих пор еще дымятся. Там происходит какое-то движение. Место освещено. Нам сообщили, что здесь находятся прокуроры военные. По пути нам встретились грузовики солдат, а также криминально-оперативная лаборатория. Скорее всего, эксперты только приступят к работе и, возможно, будут работать всю ночь. Я напомню, что пилотов на санавиации доставили в клинику имени Макожанова в Караганду и их состояние оценивается как средне-тяжелое. Пока никаких официальных комментариев нам не дают вера. То есть каких-то подробностей сейчас о каких-то возможных причинах или деталях пока речи идти не может, да? Нет, пока речи не идет. Спасибо большое. Марина Золотарева о крушении военного самолета МиГ-31 в Караганде. Теперь к теме коронавируса. Общее число заразившихся COVID-19 в стране 1362. 277 человек выздоровели, скончались 17. С увеличением числа заболевших COVID-19 в Алматы все больше становится и очагов заражения. Сегодня в городе 101 опасная зона. В домашней изоляции находится больше 7 тысяч человек. Александра Салмина поговорила с ними по телефону и расскажет, как сегодня живут алматинцы. Мы находимся возле очага заражения Байзакова 190. Здесь жильцы одного из подъездов. Уже почти две недели изолированы от внешнего мира. Кстати, обещали, что сегодня внутренний карантин для них закончится, но пока все еще возле дверей высокий железный забор, детская площадка отцеплена, а рядом дежурят полицейские, чтобы никто не покинул свои квартиры и не вошел внутрь. Прогулки теперь только такие. За окном с открытой форточкой продукты получают от волонтеров. Оставляют заявки в общем чате, которые создали сразу же, как у дверей появилась красная табличка с надписью «Зона риска». Тогда узнали, что в доме не один заболевший, а целая семья. Но на вынужденное заточение смотрят с позитивом. Любовь Моисеева вместе с дочкой и внучками понимают. Все это в первую очередь для них же. Ну, я чувствую себя хорошо, дети, очень. То есть, врач постоянно нам вот звонит, спрашивает. Я чувствую себя. Да, нормально, у меня приезжает, да, кто-то может быть, что-то, 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 я нормально, дети, все-то, что-то. Свободы особо не жаждут. Говорят, в городе все равно карантин. Режим нужно соблюдать. Поддерживают их и соседи, которым передвигаться хоть изредка, но можно. Уже третью неделю сидим дома, потому что считаем необходимо. И себя жалко, и окружающих жалко. Поэтому режим соблюдаем. Только вот в магазин и больше никуда. Раньше, когда такие случаи возникали, целые дома изолировали. Вот мы специалисты посчитали, что достаточно изолировать один подъезд. Мы тоже считаем, что один подъезд закроют. Нам это не угрожает. На улицу 24 июня космический десант, так жители прозвали эпидемиологов, высадился почти неделю назад. С тех пор на двери висит стоп-лента. Светлану закурдаивают и совсем не смущают. Скучать она себе не дает. Рисует и читает книги. Успела и кофточку дочери крючком связать. А вот у соседей сверху заботы совсем другие. Пожилым людям срочно нужна помощь. У нас пенсионеры есть, которые пенсию получают не по первым числам, у них минимальная пенсия. Люди, которые не имеют сотового телефона, то есть у них нет никакого чата. И, конечно, нет пенсии. Но я хочу сказать, что надо бы какой-нибудь организовать доставку им продуктов, потому что люди реально просто голодают. У них в субботу нет хлеба. Это квартира номер 12 и квартира номер 14. Микрорайон хоть и другой, картина похожая. Все так же на посту стражи порядка. Строгие и серьезные. Кто-нибудь режим нарушает? Есть, все спокойно. Осед Желкибаев буквально на пару секунд вышел на улицу. Под присмотром, соблюдая меры предосторожности, он забрал доставку. И вот уже машет нам из окна. Рассказал, что недавно его соседа увезла скорая, а потом подъезд закрыли. Всех сразу проинструктировали, как теперь себя вести. Главное – изоляция и влажная уборка. На карантине мы с прошлого пятницы. На этой неделе заканчивается карантин. Занимаюсь обычно. Нас всех перевели на удаленную работу. Работаю из дома. Также учусь на магистратуре. Вечером проходят семинары. Вот суббота в Ксении, как обычно, домашние дела. Двор мгновенно опустил, говорит осед. Стало непривычно тихо. Но иногда люди все-таки проходят. Это жители соседних домов. Они идут в основном за продуктами и медикаментами. В целом, полматы, вот таких очагов заражения уже больше сотни. Александр Салминакин, Джиамраев, Алматы, Хабар, 24. В Шемкенте большинство иностранных студентов остались на карантине в общежитиях. Им запрещено перемещаться по этажам. Два раза в неделю людям привозят антисептические средства, маски и продукты. Покупают их на добровольные пожертвования. В Южно-Казахстанском государственном университете сообщили, что большинство оставшихся студентов – это граждане Туркменистана и этнические казахи из Китая. У них нет возможности продолжить дистанционное обучение дома. Сейчас учеба у всех студентов проходит только в онлайн-режиме. Из-за коронавируса также отменили форумы, олимпиады и конференции. Онлайн-занятие – это удобно. Лекция идет не больше 30 минут. У нас в общежитии есть интернет, библиотека. Там собраны больше 5000 книг. Также есть доступ к электронным изданиям. Есть обратная связь с преподавателем. Мы продолжаем учиться. Продолжение следует... У Ирины Панфиловой. Я в местах без маски. Маску одень, Арман? Он говорит, без маски. Я с тобой же стою. Я стою со своей семьей. Я не обязан надевать маску. Главное, сам врач страны дал указ, что не надо надевать маску на улице. Если ты сам не знаешь, фильтруй информацию. Это видео на днях облетело все социальные сети. Инцидент произошел в Медеусском районе Алматы. Молодые люди с коляской, видимо, забыли, что в городе карантины превратили спортивную площадку в съемочную. Снять ролик до конца помешал участковый. Разговор не завязался с первых минут. Молодежь сперва всячески оскорбляла полицейского, а потом и вовсе перешла к рукоприкладству. К слову, терпение участкового можно позавидовать. Даже после того, когда ему порвали форму, он продолжал сохранять спокойствие и вызвал подкрепление. Через пару дней пыло у нарушителей заметно поубавилось. Пришлось извиняться на весь Казахстан. Свои неадекватные поведения они списывают на нервы. Мол, самоизоляция довела. Я Илл Владислав Робитович, 1992 года, 13 апреля, был в Медовском районе, нарушил режим карантина, поддался эмоциям и вступил в конфликт с полицейским. Я извиняюсь перед ним, перед обществом. Я прошу прощения, извините, пожалуйста, поддался эмоциям. Я не хотел такого оборота. Просто то, что мы сидим, уже нервы сдают. Время на восстановление нервной системы у героев ролика будет. На них завели уголовные дела. Двоих мужчин подозревают в применении насилия в отношении представителя власти и его оскорблений. Одного из них сегодня уже осудили за нарушение правопорядка в период ЧП и арестовали на 20 суток. К уголовной ответственности по факту публичного оскорбления представителя власти привлекли и третьего гражданина. Он опубликовал это видео в интернете и нецензурно заглавил ролик. Задержаны во дворейный изолятор временного содержания. В случае неподчинения законному требованию представителя власти, такие факты будут жестко пресекаться. Призываю граждан строго соблюдать режим карантина. Сейчас в сети появился еще один ролик. Кто виноват в конфликте, нетрудно догадаться. Все видно по картинке. Ждем очередного видеообращения испуганных нарушителей со словами «понять и простить». Мужчина, который оказал сопротивление полицейскому в последних кадрах сюжета, житель поселка Коше. Он арестован и находится в изоляторе временного содержания. Его подозревают в применении насилия в отношении представителей власти. К административной ответственности уже привлекли и сожительницу этого мужчины. Именно она находилась с маленьким ребенком на детской площадке и проигнорировала замечания сотрудника полиции. Вместо того, чтобы уйти, женщина позвонила мужу. В розыске находится еще один участник конфликта. На следующей неделе президент планирует посетить госпиталь, построенный в столице для больных коронавирусом. Он возведен в минимальные сроки. А пока глава государства побывал в городском штабе по обеспечению чрезвычайного положения. Космужу Мартукаев встретился с военнослужащими в бригаде территориальной обороны, проинспектировал техническую готовность вооруженных сил и обратился к военно обязанным, прибывшим на специальные сборы. Какую задачу они выполняют в столице, расскажет Иван Тулинов. Площадь перед Экиматом на время превратилась в площадку для демонстрации боевой готовности военнослужащих. Именно здесь расположен штаб по обеспечению чрезвычайного положения. С его работой ознакомился глава государства, верховный главнокомандующий. Временная организация отвечает почти за все вопросы, связанные с жизнеобеспечением города. Подобные штабы работают в каждом областном центре и городах республиканского значения. В каждой области созданы бригады, органы управления. По стране в целом 17 бригад территориальной обороны и 7 полков в группных городах. Начальниками так называемых особых районов территориальной обороны являются Акимы областей, командирами бригад кадровые военнослужащие. Кроме этого, подготовлена необходимая техника для оснащения и обеспечения военнослужащих. В моментах призыва они уже являются военнослужащими. Все обеспечены техникой, обмундированием и приступили к выполнению своих задач. Военнослужащие участвуют в работе по обработке городов обеззараживающими средствами. По словам министра обороны, всего участвует 3,5 тысячи человек и 200 единиц техники. Дезинфекционный материал. Есть материалы, такие средства у вооруженных сил. И сейчас Акиматы начали устойчиво обеспечивать дезинфицирующими расторами. Я поручаю вам обратить особое внимание на дезинфекцию. Понятно, что охрана объектов, патрулирование – это очень важные задачи. В конце концов, если мы говорим об эффективной борьбе против вируса, прежде всего нужно обратить внимание именно на дезинфекцию. Обработка столицы в масштабах всего города на этой неделе проходит уже в третий раз. Также, по словам Акима Алтая-Кульгинова, дважды в день проводится дезинфекция жилых домов, подъездов, лифтов, детских площадок. За соблюдением режима карантина в столице следит 6 тысяч человек. 3 тысячи жителей города были привлечены к ответственности за его нарушения. Карантин должен строго соблюдаться, несмотря на то, что мы предоставили возможность работать малому бизнесу. Жители города обязательно должны соблюдать карантин. По-другому нельзя. Нельзя оставлять без внимания также тех, от чьей работы зависят жизни людей. Глава государства вновь подчеркнул важность выплат премий врачам. Касым Жумар-Тукаев также отметил, что планирует лично оценить госпиталь, построенный в рекордно короткие сроки. Он возведен на окраине столицы и предназначен исключительно для больных COVID-19. На следующей неделе мы посетим эту больницу. Она строится в сжатые сроки. Ее строительство должно завершиться в течение всего двух недель. Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на качество этого госпиталя. 4 тысячи человек работают в бригаде городского штаба. В их числе сотня военнообязанных, призванные на специальные сборы. Они поделены для работы на блокпостах, дезинфекции, помощи полиции и сотрудникам Акимата. Наш отдел отвечает за вопрос по жизнеобеспечению города. Контролируем выезд и въезд. Решаем вопрос с теми гражданами, которые остались в других городах, но прописаны в столице. Или рассматриваем срочные случаи, когда людям нужно срочно покинуть город или въехать. Мы состоим в ключевой группе по дезинфекции. В Нур-Султане наша бригада работает в районах Есиль и Сыра-Арка. Наша цель – остановить распространение инфекции. Оперативный штаб взял за основу международный опыт Emergency Control Center и службы 911. В штабе имеется видеостена для работы с блокпостами по периметру города. Основная задача при построении оперативного штаба – это выстроить рабочие процессы с департаментами управления и специальными службами для совместной слаженной работы в ликвидации угрозы коронавируса. Я хочу поздравить вас всех с этим патриотическим движением, актом. Ваш патриотический порыв не останется незамеченным со стороны государства, правительства. Вы знаете, что мы сейчас сделаем все возможное, чтобы помочь людям. Без людей, без народа экономики не будет. Поэтому средства из бюджета, из национального фонда мы жалеть не будем для того, чтобы прежде всего помочь людям. Еще раз благодарю вас. Ситуация сложная, но действуя вместе, страна ее преодолеет, заключил глава государства, добавив, что у него нет сомнений в том, что народ сумеет преодолеть временные трудности. Иван Тулинов при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Хабар-24. Только что стало известно, что еще 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Казахстане. Общее число заразившихся COVID-19 – 1402 человека. 277 выздоровели, скончали 17. Казахстанских медиков обеспечат бесплатной сотовой связью. Минздрав сейчас ведет переговоры с операторами. Напомню, в прошлом месяце такие льготы в Нур-Султане и Алматы получили 16 тысяч врачей. Но этого недостаточно. Специалисты по-прежнему тратят деньги из своего кармана. Десятки людей они ежедневно консультируют по телефону. Вероника Боярова продолжит. Врачи признаются, звонки поступают 24 на 7. Мессенджеры переполнены сообщениями. Стараются отвечать всем по мере возможности. Да и сами связываются с пациентами. Считают своим долгом перезвонить и узнать о состоянии здоровья. Правда, многим сейчас приходится тратить на сотовую связь гораздо больше. Сейчас, наверное, где-то 5-6 тысяч уходит, потому что там же лимит все. Например, на другие операторы связи там уже ограниченное количество минут дается. И эти минуты заканчиваются. Поэтому надо будет дополнять, перезагружать тариф. Поэтому приходится еще раз новый тариф подключить заново. Месяц назад мобильные операторы выступили с инициативой помочь медикам, которые сейчас работают в усиленном режиме. Кто-то предоставил бесплатную связь до конца июня. Отчитались, что этой мерой охватили 16 тысяч врачей в Алматы и Нур-Султане. Хотя изначально планировали обеспечить на 5 тысяч меньше. Но льготный тариф получили далеко не все врачи. Даже вот были, что в соседних кабинетах два врача. У обоих один и тот же оператор. При этом один получил, другой нет. И они занимаются одним и тем же? Да, да, да. Это одна и та же должность. Один и тот же оператор, да, скажем так. И фронт работы одинаковый. Но при этом одному дали, другому нет. При этом ни руководство клиники, поликлиники, даже сами врачи, да, тоже никто не понимает, каким образом был отбор. Только из этой поликлиники подали заявку около 500 человек. В итоге тех, кто получил бесплатную связь, можно пересчитать по пальцам. Списки составляли в Министерстве здравоохранения. Всего в системе более 300 тысяч медиков со всей страны. К слову, только у третьей были указаны сотовые номера. Все данные перенаправляли мобильным операторам. Сотовые операторы проявляют все сами социальные ответственности. Если они дальше будут усиливать это направление, мы, конечно же, будем поддерживать максимально со стороны государства. Но утверждать, что эти акции будут на постоянной основе, видимо, на ежеквартальной основе, сейчас такого заявления мы сделать не можем. Отмечу, что сейчас планируют расширить перечень тех врачей, которые получат бесплатную сотовую связь. Сейчас мы ведем дополнительные переговоры с сотовыми операторами, чтобы второй волной акции обеспечить, расширить количество подключений сотовой связи на всей территории СНК. Я думаю, в течение 10 дней будет уже определенные действия произойдут. Что касается дистанционной работы медиков, то в ближайшее время Минздрав планирует запустить специальную программу, чтобы медики оказывали консультации онлайн без финансовых потерь. Вероника Боярова, Булат Абдулин, Хабар, 24. Сенаторы возмутились строительством новой больницы в Алматы для зараженных COVID-19. По их сведениям, объект намерены возвести на территории Сакских курганов. А это уникальное историческое наследие Железного века. Свои возмущения они изложили в письме и направили главе правительства и Акиму города Алматы. По их мнению, прежде чем строить объект, нужно получить заключение Института археологии. Однако в Акимате заверили, что стройка не окажет влияния на памятник истории. И перед началом всех работ специалисты рассмотрели и учли все охранные зоны вокруг курганов. Курганы и комплексы у нас в соответствии с генеральным планом, историко-культурным опорным генеральным планом, находятся под защитой. То есть охранные зоны этих границ, они полностью все утверждены и находятся под особым градостроительным регулированием. То есть никакие либо строительные работы там не ведутся. Наоборот, мы их выявляем, выставляем и устанавливаем охранные зоны. Строящийся госпиталь никак не влияет на курганный комплекс. Наоборот, как и у любого больничного комплекса, как и у курганного комплекса, сразу возникают санитарно-защитные зоны, охранные зоны. Эти охранные зоны будут служить и фактором защиты всех этих сооружений, всех историко-архитектурных объектов, которые здесь вокруг находятся. Теперь о проблемах аграриев. Из-за карантина представители сервисной компании не могут выехать на поля и настроить импортную технику. Новые посевные комплексы большинство фермеров Акмолинской области приобрели в кредит. Но смогут ли они работать на ней этой весной, выясняла Индира Тихжанова. Вот этот посевной комплекс мы уже растаможили, сейчас к фермеру он будет направляться. Вот такие посевные комплексы канадского производителя купили больше 20 местных фермеров. Технику компания успела доставить в сроки, но работать на ней аграрии пока не могут. Сервисная служба должна все настроить, обучить механизаторов. Но для этого им нужно выехать в регионы. Сейчас время уже ближе к посевной идет, а когда уже дадут разрешение, вот сейчас через Кулдау вроде бы должны разрешение дать, когда дадут разрешение, уже начнется посевная. И чисто физически мы не успеем запустить эту технику, настроить, и чтобы она работала как положено. То есть, ну это негативно, конечно же, скажется на посевах, на будущем урожае, как бы осенью, когда уже фермер купил технику, вот одним комплексом он где-то 2000 гектар засевает. Вот представляете, этот комплекс у него просто простоит. И простаивает техника сейчас в четырех областях страны. Сервисная служба не может выехать даже за пределы Кокшетау. Представитель компании говорит, что сами фермеры пока относятся к этому с пониманием. Они в таком же положении, они не могут приехать за запчастями. И как бы звоним, стараемся как-то. И знаете, пробуем даже так, чтобы они нам заявку писали, мы показываем на посту, вот нас фермер вызвал, нам надо проехать. И сами подаем заявки, вот в штаб, все как положено делаем. Ну, бывают такие сложности, то что некоторые районы, ну, просто наотрез, вот нет, все разворачивают и не выпускают. Даже иногда иной раз из города не можем выехать. По передвижению сельхозтехники через блокпосты вопросы у предпринимателей возникают. Но гораздо больше их волнуют вопросы перемещения сотрудников. В такой ситуации оказались не только сервисные службы. Многим фермерам до сих пор непонятно, как в условиях карантина перевозить и где размещать механизаторов. Имеется вопрос по перемещению рабочей силы, то есть это специалистов именно сельского хозяйства, механизаторов, на свои рабочие места. К сожалению, как вы сейчас можете еще отмечать, погодные условия не позволяют полностью размещать их на полевых станах. Поэтому мы рассматриваем альтернативный вариант, возможно, временного выезда отдельно профильных специалистов и последующих возврат по местам фактического проживания. Из-за усиления карантинного режима в регионе увеличили число блокпостов, теперь их порядка ста. Все передвижения машин между населенными пунктами возможны только после регистрации в единой базе. Но и там есть ограничения для аграриев. Многие фермеры, или номеры ИП, или ТО подают, например, в заявлении очень большое количество транспорта и лиц, которым они, как они думают, есть необходимость передвигаться между, например, регионами. Данный вопрос был тоже рассмотрен. В обязательном порядке регистрации подлежит только одна машина, которая относится к ТО, которая будет разводить доставкой сотрудников, те, которые там проживают. То есть передвижение самих работников не будет между областями или между районами. К посевной кампании в условиях карантина готовится более 5000 окмолинских фермеров. Остались считанные недели. Для всех ли она начнется в сроки, зависит не только от погоды, но теперь уже и от других, не менее важных факторов. Индира Тикжанова, Евгений Шенкаренко, из Акмолинской области, Хабар-24. В этом году в Казахстане на проведение весеннеполевых работ выделена беспрецедентная сумма – 170 миллиардов тенге. Это почти в три раза больше, чем было ранее. О том, кто может воспользоваться господдержкой, расскажет Ирина Панфилова. Из года в год на поддержку агрария в период весеннеполевых и уборочных работ государство выделяет по 60 миллиардов тенге. В 2020-м сумму увеличили еще на 10 миллиардов. Получить льготный кредит фермеры могут всего под 5% годовых. По 70 миллиардам тенге сейчас освоение идет 90%. Уже столько денег мы раздали, получили около 2400 хозяйств. Через кредитное товарищество они это получают мелкие сельского товаропроизводителя, которые как раз-таки находятся в аулах. И чтобы облегчить им получение кредита, агрокредитная корпорация смягчила все требования в этом году. Через экономику простых вещей выделено еще 100 миллиардов тенге. Такого раньше не было. 100 миллиардов тенге под 6% годовых. Это тоже очень хорошая поддержка. Оформить выгодный заим сегодня можно и в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. В этом году по программе «Янбек» выделили 36 миллиардов тенге. Кредиты предоставляются на льготных условиях. Ставка вознаграждения по ним составляет 6% годовых. Данные кредиты предприниматели могут получить на различные цели. Это включая животноводство, растеневодство, другие виды бизнеса, плюс заготовка, хранение, переработка сельхозпродукции. Получить кредит по программе «Янбек» могут как действующие предприниматели, так и те, кто только начинает свое дело. Ирина Панфилова, Нурхалим Амурбаев, Хабар, 24. В Туркестанской области полным ходом идет пассивная кампания. Аграрии этого региона первыми в стране приступают к работе. Сажают овощи, пшеницу и хлопок. Рауль Габитов расскажет подробнее. Село Икан – один из аграрных центров Туркестанской области. Практически все местные жители занимаются земледелием. Есть поле и у Фархата Анарбаева. На 10 гектарах он выращивает хлопок. Сейчас разгар весенне-полевых работ. Поэтому фермер два раза в день ездит в областной центр за семенами хлопчатника. Каждый раз ему приходится преодолевать блокпост. Никаких проблем на блокпостах не возникает. Проезд для нас разрешен. Но мы обязательно должны носить медицинские маски и проверять температуру тела. По сравнению с обычными автовладельцами, у аграриев есть привилегии. Производителям сельхозтовара власти раздали специальные автомобильные наклейки. С их помощью фермеры могут проезжать через блокпосты не только Туркестанской области, но и регионов, закрытых на карантин. Это позволяет не задерживать работу аграриев. Согласно постановлению главного санитарного врача области, в период весенне-полевых работ никаких ограничений для передвижения сельхозтехники нет. Кроме того, основная часть точек по продаже дизельного топлива и удобрений расположена в Шымкенте. Сейчас ведем переговоры с Акиматом Мегаполиса, чтобы они внесли данные автомобилей наших фермеров в систему Сиргек. На территории Туркестанской области выставлено 58 блокпостов. В среднем по три на каждый район. Ежедневно полицейские и медики проверяют тысячи пассажиров. Но пока ни одного человека с подозрением на коронавирус на блокпостах зарегистрировано не было. Рауль Габитов, Ербалат Абишев, Хабар-24, Туркестан. В Искаменогорске увеличат число волонтеров. Это делается для того, чтобы помощь в это непростое время подоспела вовремя. Сегодня всего 30 бригад добровольных помощников доставляют продукты питания, а ждут их больше 70 тысяч граждан. Возможности поддержки казахстанца в период временных ограничений изучил Вячеслав Витлугин. Психолог Анар Оралбаева и фармацевт Гульнац Кунусова осваивают новую для себя работу. Сегодня они волонтеры. Ответственные за доставку продуктов питания на дом. Здравствуйте. Скажите, вот вы формируете списки продовольствия на доставку. Списки вообще внушительные? Списки бывают разные. Некоторые люди заказывают большие списки, три листа, а некоторые на одном листе. Вот сейчас у вас, допустим, в основном крупы, да? В основном крупы заказывают. А если, допустим, заказывают мешок муки, как вы все-таки такую ношу-то осилите? Ну, попросим. Здесь парней много, которые помогают. И действительно помогают. Пенсионерам старше 65 лет и инвалидам продукты доставляют бесплатно. Клиент расплачивается только за товар. Оперативность курьеров контролирует диспетчер. Я имею общую базу данных на своем мониторе. И на WhatsApp мне приходит номер заказа, который непосредственно обслуживает наша бригада. Минимум полчаса, максимум полтора бывает. Службы социальной защиты в период временных ограничений тоже работают с колес. Посмотрите, да, все ли необходимое здесь. У соцработников Усть-Каменогорска 569 адресатов. Это многодетные семьи. Бесплатные продовольственные наборы им привозят на дом. Каждый месяц мне привозят вот такую помощь получается. Вот такие шикарные наборы продуктовые. Всегда как бы на страже. Вот наше государство помогает. В период чрезвычайного положения особый акцент на малоимущих и особо нуждающихся. Они первые получают материальную помощь. На детей от 6 до 18 лет были введены дополнительные меры поддержки. Это в размере двух МРП по 5 567 тенге на каждого ребенка. Данные виды выплат мы уже произвели. На 815 детей уже данные виды помощи перечислили. Помимо всего этого, больше 12 тысяч жителей Усть-Каменогорска и семьи уже получили по 50 тысяч тенге материальной помощи из фонда «Бергемос». Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24. К этому часу это пока все новости. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»